В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Оставил без жилья и денег. В Махачкаре будут судить застройщика за хищение 48 миллионов рублей. 10 лет лишения свободы за невыплату зарплаты. В России могут существенно ужесточить наказание недобросовестным работодателям. Первая в России ювелирная мастерская для инвалидов. Благотворительный фонд «Колесо добра» открыл учебный цех для Злата Кузнецов. В Махачкаре будут судить застройщика за хищение 48 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Махачкалы. По версии следствия, обвиняемый собрал деньги с дольщиков на строительство многоквартирного дома. Однако разрешения на это не имел. Жертвами злоумышленника стали 64 человека. Они вложились в дом, собрав в целом 48 миллионов рублей. Но квартиры так и не получили, а застройщик скрылся с собранными средствами, оставив на территории только фундамент. На мужчину завели уголовное дело. Сейчас оно передано в Советский районный суд Махачкалы. В России могут существенно ужесточить наказание за невыплату зарплаты. Следственному комитету и МВД поручили увеличить наказание для руководителей предприятий, задолжавших работникам зарплату более чем за два месяца. В этом случае невыплата зарплаты будет считаться тяжким преступлением. Подобные нарушения могут повлечь наказание в виде 10 лет лишения свободы. Сейчас даже за частичную невыплату зарплаты, пенсии, стипендии и пособий в течение трех месяцев может грозить до года лишения свободы. Число больных раком в республике значительно выросло. На учете в Дагестане свыше 28 тысяч онкобольных. Данные приводит Минздрав республики. По информации ведомства, ежегодно в Дагестане, как и по всей стране, количество людей с этим диагнозом увеличивается. Однако, несмотря на это, в республике данные ниже среднероссийских показателей. Всего в России более 3,5 миллионов онкобольных. А вот заболеваемость ОРВИ в Дагестане остается на неэпидемиологическом уровне, сообщают в Роспотребнадзоре по Дагестану. С 27 января по 2 февраля зарегистрировано около 3 тысяч случаев ОРВИ. Также Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания вне больничными пневмониями с начала этого года. В целом же по России число зараженных вирусом гриппа стремительно увеличивается. Сейчас, по данным Росздравнадзора, эпидпорог превышен уже в 23 регионах. В основном болеют дети от 3 до 14 лет. Первая в России ювелирная мастерская для инвалидов-колясочников открылась в Махачкале. Инициатором этого дела является руководитель благотворительного фонда «Колесо добра» Наида Магомедова. Девушка реализовала проект на средства грантов Минтруда Дагестана и форума «Машук». Подробнее сюжет Патиман Ханапай. Все начиналось с малого, рассказывает Наида, автор проекта. Три года назад на дому начала обучать ювелирному мастерству знакомого с ограниченными возможностями здоровья. Позже желание приобщиться к этому делу изъявил и его друг. Затем желающих освоить ремесло злота кузнеца становилось все больше и больше. Так и возникла идея создать отдельную мастерскую для инвалидов-колясочников со всем необходимым инвентарем. Нужны были лишь средства на реализацию. «Потом я поехала на «Машук», форум «Машук». Там, как физлицо, я выиграла 300 тысяч, закупила первое свое оборудование. У нас не было помещения, просто некуда было его сложить. Я выиграла еще грант от Министерства труда. Вот это вот помещение, мы взяли его в аренду на грант от Министерства труда. Потом, еще мы также выиграли президентский грант. Это было недавно, как раз я являюсь руководителем. Поэтому у нас здесь есть 3D-принтер, у нас здесь есть ЧПУ-станок. И каждый раз мы просто докупали, докупали и докупали. Сейчас у нас здесь полный комплект оборудования для промышленной мастерской. Проект позволит инвалидам-колясочникам не только пройти трудовую реабилитацию и улучшить социальное самочувствие, но и получить квалификацию ювелира, трудоустроиться, найти творческую отдушину и самореализоваться. В небольшом помещении, полностью адаптированном под стандарты программы «Доступная среда» есть все необходимое для обучения. Тут мне слов даже не подобрать, как мне такая идея. Это же чудесная вещь. Это я могу ходить, общаться, заниматься, учиться, работать. Может быть, и зарабатывать научусь. Я бы хотел, чтобы с моих рук выходила красота. Записаться на курсы бесплатно может любой желающий с ограниченными возможностями здоровья. В помещении шесть рабочих мест. Занятия будут проходить в две смены. Кроме того, руководство Министерства труда обещает решить вопрос с транспортом, чтобы ученикам было легче добираться до мастерской. Патимат Ханнапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В Махачкаре завершилась реализация краткосрочного плана капремонта за 2019 год. Дом, который расположен практически у самого моря, преобразился. Выполнен существенный объем работ. В частности, полностью заменена кровля, обновлен фасад, заменены инженерные коммуникации. Всего в столице было охвачено ремонтом 35 домов. Программа капитального ремонта работает за счет ежемесячных взносов жильцов. В этом году в Махачкале объемы работ по ремонту домов планируется удвоить. По какому критериям должен тот или иной дом попасть в программу краткосрочного конкретного года? В первую очередь, учитывается год постройки, год, сколько эксплуатируется дом. Были проведены капитальные ремонты в этом доме когда-либо. Состояние основных конструктивных элементов. И, безусловно, как этот иной конкретный дом оплачивают взносы на капремонт. Все зависит от этих критерий. Дом на набережной сейчас выглядит как новенький. Расположенный в туристической зоне, он теперь радует глаз как гостей столицы, так и самих горожан. У меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин